Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. Единственный способ защиты детей от полиомиелита – это вакцинация, говорят медики. Иммунизированная компания направлена на укрепление иммунитета среди детского населения. Планируется проведение дополнительной двухтуровой иммунизации против полиомиелита детей возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Вакцинация пройдет в два тура – с 27 февраля по 5 марта и с 3 апреля по 9 апреля. По санитарному законодательству дети, которые на момент начала туровой иммунизации имеют не менее трех прививок, сейчас по календарю это инактивированная вакцина, первые четыре дачи, ребенок должен получить инактивированные. Если на момент начала тура у него есть три прививки, он не считается, что находится в угрожаемой группе, его никто не заставляет прививаться, он обязан, то есть может отказаться родители, его не отстраняют от посещения организованных коллективов, то есть он продолжает жить спокойной обычной жизнью, как и ранее, без всяких отстранений. Обязательное требование в любом случае, будь то при иммунизации календарем прививок, национальным плановым, будь то по иммунизации по эпидемическим показаниям, как сейчас, первые четыре прививки от рождения ребенок должен получить инактивированные. В предыдущем календаре первые две было, поэтому если к моменту иммунизации у нас будет ребенок, который желает получить первую прививку, неважно, вне зависимости от возраста, он будет привит инактивированный, но так как у него еще иммунитета нет, он будет также равно отстранен или разобщен всеми детьми, которые привились живой оральной полевой вакцины. Последняя вот такая туровая иммунизация против полиомиелита проводилась в 2013 году. Прививались все дети нашей республики в возрасте от трех месяцев до 17 лет. И эта вакцинация также была живая оральная вакцина. И никаких случаев, насколько мне известно, Кирилу Александровичу, из никаких документов, никаких случаев осложнений, даже отказов массовых родителей было привито, по-моему, 99% населения. Вот 10 лет назад. Регламентирован уровень охвата населения прививками детского 95%. Это для формирования коллективного иммунитета и защиты внешней среды. Итоги противодействия правонарушениям и преступлениям коррупционной направленности подвели в прокуратуре республики. Старший помощник прокурора республики Радмир Баташев сообщил, что в текущем году выявлено и посещено свыше трех тысяч правонарушений коррупционной направленности. К различным видам ответственности привлечено 600 лиц. С информацией о проводимой работе выступил начальник управления главы республики по вопросам противодействия коррупции Абрек Аджиев. В завершении встречи участники круглого стола ответили на вопросы журналистов. За истекший 2022 год правоохранительными органами республики выявлено, зарегистрировано 214 преступлений коррупционной направленности. Вот если мы с вами проведем определенную параллель, посмотрим в динамик, то в 2021 год всего было выявлено 131 преступление. Таким образом, можем сказать, что динамика, она положительная в части выявления, около 63% где-то валируется. В части уголовных дел выявления и пресечения возбуждены по фактам взяточества. Возбуждено было 44 уголовных дела по фактам взяточества. В 2021 год 15 уголовных дел. Здесь у нас практически получается плюс 100% динамики. Ущерб, причиненный государству по оконченным преступлениям, у нас составил 198 миллионов рублей. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Он навсегда вписал себя в героическую историю нашего Отечества. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя России, легендарного командира партизанского отряда в Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны, Кичибатыра-Хайркизова. На базе средней общеобразовательной школы Аула Верхняя Мора прошло памятное мероприятие, где представители общественности и учащиеся образовательного учреждения вспомнили героический путь. Бесстрашного партизана подробнее расскажет корреспондент Алихан Лепшоков. Ему было 25 лет, когда в жестоких боях с фашистскими захватчиками он погиб доблестно, исполняя свой долг перед отчизной. С первых дней Великой Отечественной войны уроженец Аула Верхняя Мора Кичибатыр-Хайркизов принимал участие в отражении трех танковых атак врага. Он нес службу в 257-м артиллерийском полку 17-й танковой дивизии Белорусского особо-военного округа. После гибели командира принял командование на себя. Ведя боевые действия, Кичибатыр-Хайркизов повстречался со своим земляком Юнусом Каракетовым, с которым они ликвидировали значительные силы противника. На мероприятии отмечали, что из Аула Верхняя Мора вышло множество героев, которые храбро защищали родину. Среди них мы особо выделяем вклад нашего земляка из Аула Верхняя Мора Кичибатыра-Хайркизова. Мы его помнят будем всегда. Особенно вы, молодежь, должны чтить его заслуги и знать его биографию. В этой книге я хочу эту книгу преподнести в школе. Его портрет, его биография и то, как он воевал в рядах партизан. Только с января по мае 1943 года отряд Хайркизова истребил около 400 гитлеровцев. Командир отряда лично ликвидировал 55 фашистов. Кичибатуру Хайркизову было присвоено звание лейтенант. А уже в марте 1943 командир партизанской бригады Василий Леонов представил лейтенанта Хайркизова и его верного товарища Юнуса Керакетова к званию Героя Советского Союза. Однако указ не был подписан. Собравшиеся вспоминали боевые подвиги отважных партизан. Когда они притеснили немцев, немцы бросили, сняли с линии действующие своих войск, людей своих, сняли и кинули, чтобы подавить наших партизан. Поймали связников, 23 человек. Хайркизов, Кичибатыр подошел к командиру, говорит, надо их вывалить. Ни в коем случае нельзя дать им погибнуть. Он предложил вариант. Переодел сам полицейскую форму, многих переодел, а некоторых взяли плен и повели в эту деревню, в город то есть. И там он сдавал их гестапо, в это время быстренько сняли охрану и освободили вот этих 23 человек. На памятном мероприятии школьники читали стихи и поведали всем о героическом жизненном пути Кичибатыра Хайркизова. Храбрый командир партизанов погиб в бою 8 июня 1943 года, видя сражения с превосходящими силами врага. Отряду Хайркизова удалось остановить вражескую карательную экспедицию. Ты мысли не рождал пустой, огонь победы виден был в глазах. Врагам страны в упор глядел, для них ты сожаления не имел. Их гнусные речи слушать не хотел. В завершении все участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной войны. Олег Малхожев, Весик Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Есть такая профессия – родину защищать. Под таким названием в общеобразовательных учреждениях Карачаева-Черкесии проходил месяц патриотической спортивной оборонно-массовой работы, посвященной 78-й годовщине победы Советского Союза, Великой Отечественной войне и подвигам участникам СВО. В рамках мероприятия во 2-й Зеленчукской школе имени Героя России Салтан Хамид Абеджиева прошла встреча учеников с представителями ветеранских организаций военного комиссариата. Алла Качиева подробнее. В рамках проведения месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы было запланировано проведение трех тематических декад. Традиционно в Зеленчукском районе проходят встречи представителей ветеранских организаций военного комиссариата со школьниками. На этот раз ее девиз – величие и слава России. На открытом уроке гости рассказали о славных страницах истории страны, о героях, защищающих государство в разные годы, и которые являются олицетворением патриотизма, мужества и беззаветного служения Родине. Когда Родина в опасности, наш народ, пренебрегая смертью, готов отдать свои жизни, чтобы освободить нашу Родину и Отечество от нечисти. Люди в эти дни отдают дань уважения воинам-освободителям, помня тех, кто погиб от рук врагов. Им, защитникам Отечества, воздвигнуты мемориалы. Никто из тех, кто совершил подвиг, не задумывается о том, что подвиг только для того, чтобы потом о нем знали. Это подвиг во имя Родины, во имя матери, во имя своих друзей, которые по тем или иным причинам находятся дома, либо на больничном, либо в госпитале. Это именно то, что у каждого мальчишки, у каждой девчонки у нас на территории нашей великой Родины России закладывается нашими родителями. Патриотический час был посвящен лётчику 90-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии, герою России Султанхамиду Биджиеву. Его имя с гордостью носит 2-я Зеленчукская школа. Собравшиеся отметили, подобные мероприятия способствуют увековечению памяти таких людей, достойных примеров для подражания. Обращаясь к вам от имени руководства, общественного совета и совета ветеранов межмуниципального отдела МВД России Селенчукский, отмечу, что военно-патриотическое, духовно-нравственное и спортивное воспитание молодёжи, будущих защитников нашей Родины, является одним из приоритетных направлений деятельности руководства МВД по Карачаево-Черкесской республике. Я хотел бы выразить признательность коллективу школы за то, что они помнят, чтят память моего отца, именем которого названа школа. Очень признателен за это. И я ещё хочу сказать большое спасибо, что моего отца выбрали в качестве героя в воспитании, в воспитании патриотизма учеников. Я думаю, это хорошее направление. В целом, в рамках месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы в школах проходили различные мероприятия, конкурсы и состязания. Это и уроки мужества, и сдача норм комплекса ГТО, соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта и многое другое. С каждым годом растёт число участников этого и других патриотических, просветительских, исторических акций и мероприятий, отмечают учителя. У нас в рамках этого месяца оборонно-массовой работы проводятся соревнования. Акцент делается на военно-технические виды спорта, ну, в том числе и на чистые виды спорта. Мы проводим соревнования по стрельбе, по разборке-сборке автомата, армии-рестлинг, поднимание гири. Целью проводимых мероприятий является популяризация военных профессий, и повышение уровня патриотического воспитания обучающихся, привлечение их к активной общественно значимой деятельности и пропаганда здорового образа жизни. Это замечательное мероприятие, которое помогает воспитывать нам, коллегам, юных патриотов, потому что мы должны помнить о подвигах наших героев. Мы должны чтить память наших дедов и отцов. Сегодня на мероприятии у нас было много почетных гостей. Мы благодарны всем, кто пришел сегодня к нам на это мероприятие. Алла Качиева, Матчучаев Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Солнце над Карачаева, Черкесия может вызвать помекихи на телеэкранах. Как объясняют в российской телевизионной и радиовещательной сети, это сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, вплоть до пропадания. В Карачаево-Черкесии кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны до 16 марта, приблизительно с полудня до 13 часов. Продолжительность помех от нескольких секунд до 5 минут в сутки. На этом субботний выпуск Вести и подошел к концу. Приятных выходных, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!